Не часто сталкиваешься с ситуацией, когда три подряд матча между двумя командами завершаются со счетом 4-0. Однако именно с такой статистикой личных встреч подошли лучи энергии ЦСКА к игре в Владивостоке. У болельщиков дальневосточного клуба, конечно же, отложилась в памяти победа их любимцев. Хотя армейцы с разгромным счетом выигрывали чаще, два раза. Еще перед началом матча зарядил дождь, который, впрочем, не помешал командам в первом тайме продемонстрировав довольно содержательную игру. На первых минутах чуть лучше смотрелись хозяева. Футболисты луча довольно неплохо комбинировали около штрафной ЦСКА. Но до удара дело не доходило. Первый по-настоящему опасный момент, тем не менее, на счету армейцев. На 13-й минуте Жор с зарезающим пасом вывел на ворота хозяев Милуша Красича. Тот Марко Чеха переиграл, однако гол засчитан не был. По мнению арбитра, в момент передачи Серп находился в положении вне игры. Вскоре мяч был забит уже по правилам, правда, в ворота игре Акинфеева. На 22-й минуте Виталий Буловый красивым ударом со штрафного открыл счет. Хоть голкипер ЦСКА и стоял в том же самом углу, отразить выстрел он не смог. Гости отвели игрокам «Луча» две минуты на то, чтобы те порадовали своему преимуществу. Навес Юрия Жиркова с левого фланга прервать никто не сумел. Жо оставалось только подставить голову. Налицо ошибка обороны, иначе нападающий не оказался бы без опеки во вратарской. В середине тайма мяч в центре поля практически не задерживался, игра пошла на встречных курсах. В одной из контратак хозяев штрафную соперника ворвался Игорь Шевченко, где и был сбит Евгением Молдониным. Станислав Сухина не раздумывая указал на точку. Впрочем, Акинфеев не позволил желто-синим выйти вперед. В эффектном прыжке удар Георгия Базаева был отбит. Счет был 1-1, и не очень хотелось пропускать, потому что понимаешь, что поле размякнет, и будет сплошное болото. Хотелось как-то сохранить счет, но видите, вот сегодня удалось. Действительно, где-то начиная с 30-й минуты, дождь окончательно превратил поле стадиона «Динамо» в болото. Остается только посочувствовать местным агрономам, которые ранее приложили максимум усилий для того, чтобы из-за состояния газона этот матч не проводился в другом городе. Как ни странно, обе команды неплохо приспособились играть в таких нефутбольных условиях. На 34-й минуте Вагнер Лав явно хотел порастрелить, а в итоге едва не забил. Чех, прерывая передачу, направил мяч в штангу. Хозяева ответили не менее опасно своих партнеров. Выручил Сергей Игнашевич, оставшийся на линии ворот. К концу первого тайма стихия разбушевалась всерьез, а Кенфиву было сложно даже элементарно выбить мяч. Тем не менее, на перерыв армейцы ушли, видя в счете. Гол соорудили бразильцы. Жост делал передачу, Вагнер Лав забил. Брызги, разлетевшиеся в момент паса из лужи, только добавили эпизоду эффектности. Во второй половине встречи игра смотрелась поскучнее. Удар жиркого слета остался единственным опасным моментом в начале тайма. Реальные угрозы воротам стали возникать ближе к концу матча. Футболисты, лучая за всех сил, пытались отыграться, и армейцы несколько раз ловили их на контратаках. На 82-й минуте Вагнер увез в лужи, решил, что из нее ему уже не выбраться, и предоставил право Жоре решить эпизод. Десятый номер пробил мимо. Затем Вагнер еще раз оказался один на один с Чехом, но голкипер на пару с защитником не дал форварду оформить дубль. И все-таки футболисты ЦСКА смогли забить третий гол в ворота луча энергии. Алдунин, оказавшись на углу штрафной, решился на удар, и мяч после рикошета спланировал в ворота. Итоговый счет 1-3. Вновь четыре гола было забито во встрече между ЦСКА и лучом. Правда, на этот раз обоим голкиперам не удалось выйти сухими из воды.